В Игриме главные выборы страны проходят на шести избирательных участках. Традиционно они расположены в двух общеобразовательных школах и в фойе городского дома культуры. Надо заметить, что активность избирателей наблюдается с самого раннего утра. То есть и гримчане на этот раз не стали долго раскачиваться, а многие предпочли выполнить свой гражданский долг до обеда. Сергей Байбородов, яркий представитель спортивного сообщества, уже давно взял себе за правило приходить на избирательный участок одним из первых. Вот и на этот раз его бюллетень стал первым ворней для голосования. Считает, что важны каждые выборы, будь то местного или регионального значения. А выборы главы государства вообще определяют все направление и вектор развития страны. Сергей Борисович, вот вы прямо всегда у нас один из первых избирателей. Приходите так прям пораньше, с утра. С чем это? Да, ну традиционно я всегда стараюсь голосовать одним из первых, так как спортивный режим, после тренировки утренней, приходишь, голосуешь. Выборы президента, они всегда судьбоносные в решении Антон-Азийского округа и в целом России. Почему я пошел 8 часов, чтобы свой гражданский долг выполнить с утра и потом позвать своих родственников, близких, чтобы они тоже пошли и проголосовали. Вся предварительная информация о ходе голосования каждый час докладывается в территориальный избирательный штаб. За первые два часа голосования свой выбор сделало уже 13% избирателей. По словам председателей участковых избиркомов, настроение у людей спокойное, доброжелательное и даже приподнятое. На всех участках активно работают наблюдатели, охрана правопорядка обеспечена должным образом. Выборы это и почему судьбоносные. Страна переживает тяжелый период. Санкции, недоверие, старание стран, которые всегда были недругими нашими, задавить Россию, но ей не удается. Россия осталась колен. Сейчас она проводит свою независимую политику. Это мало кому нравится. Я думаю, что выборы президента это дело каждого. Участвовать в жизни страны важно. И все-таки происходят события страны. Поэтому пришел на голосование. Все, чтобы к лучшим ушло. Чтобы не было войны, самое главное. Надо сказать, выборы 2018 отличаются от предыдущих. Во-первых, это отмена открепительных удостоверений и введение новой формы голосования в мобильный избиратель. Это когда по предварительному заявлению можно проголосовать на любом участке по месту своего фактического нахождения. Кстати, в Игриме этим правом воспользовались 172 человека. В основном это студенты колледжа, уезжающие на практику, люди, работающие вахтовым методом, командировочные и так далее. Кроме того, во многих регионах в день голосования проводятся необычные интересные акции. А вот у игримчан, как и у всех жителей округа, была уникальная возможность поучаствовать в познавательной викторине Югре-900. Процедура очень простая. Человек приходит с заполненной дома анкеткой. Если же он не сделал этого заранее, он может у членов комиссии попросить анкету заполнить ее на месте. Каждому участнику присваивается свой регистрационный индивидуальный номер. И точно так же, как и избирательные бюллетени, анкеты кидаются в опечатанные урны. После 8 часов мы будем подсчитывать правильные варианты ответов. И те анкеты, которые верно заполнены и отвечены на все вопросы, будут участвовать в розыгрыше призов, который пройдет в Ханты-Мансийске 24 марта. Что касается деятельности наблюдателей, пока каких-либо серьезных нарушений выявлено не было. Выборы проходят спокойно и, что самое главное, активно. К трем часам дня свою гражданскую позицию проявила больше половины политически активных игримчан. А именно 55,3% избирателей. Оксана Дятлова, Дмитрий Нетин, авторское телевидение Березова, Игрим. Субтитры подогнал «Симон»!